Уважаемые читатели, отдел по работе с незрячими и слабовидящими гражданами представляет вашему вниманию очередной выпуск «Будни нашей области». Газета «Наш Кустанай» за номером 4 от 19 декабря 2023 года. От рождения и до смерти. Как социальный кодекс повлияет на жизнь казахстанцев? В конце декабря мажорист наконец принял в работу этот документ. Ожидается, что он заработает летом 2023 года. О принятии социального кодекса говорят уже давно. Власти уверяют, что он, объединив все законы, касающиеся прав и гарантии в социально-трудовой сфере, образование, здравоохранение, пенсионной системе, сделает нашу жизнь лучше. Однако еще не все казахстанцы понимают, какие именно изменения нас ждут. Как пояснила замруководитель Департамента комитета труда и соцзащиты Айнур Сатаева, кодекс будет вести человека от самого рождения и до конца жизни. В чем это выражается? Уже в прошлом году в Казахстане в пилотном режиме заработала цифровая карта семьи или персон-эффицированная база казахстанских семей, где содержатся все необходимые данные для назначения того или иного вида господдержки. Это база, где видна вся информация о семье. При этом тех, кому нужна помощь, пометят ярлаками, находящиеся в критической ситуации, говорит Айнур Сатаева. Будут и другие категории, исходя из которых мы сможем сразу увидеть положение семьи. К примеру, если погиб отец, то эта информация обязательно появится в базе данных различных госорганов. Чтобы получить пособие по потере кормильца, его супруг не нужно будет ходить по инстанциям и подавать заявление. Органы соцзащиты увидят эту информацию и смогут сразу же назначить выплату, то есть человека проинформируют о том, что ему положено. Пока что мы работаем только с девятью видами пособий. Еще один пример. Как только ребенка после рождения зарегистрируют в ЗАГСе, маме сразу придет смс с информацией о том, что она имеет право на выплату пособия по рождению ребенка. Если гражданка отвечает «да», то система начинает запрашивать недостающую информацию, тот же банковский счет. Таким образом, женщина может оформить пособие, не выходя из дома. Бумажные документы постепенно сойдут на нет. Отметим, что назначение господдержки в проактивном формате использовалось и раньше, но теперь такая практика станет все популярнее. Назначение АСП, пособие по безработице, все будет так, через смс, подчеркнула Айнур Сатаева. В первую очередь под проактивный формат попадает помощь по линии Минтруда, затем образование и здравоохранение. Вторая новелла кодекса, как выразилась министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дюсенова на заседании правительства, это новая парадигма господдержки. Она будет предусматривать сначала адресные меры для предупреждения социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с их последствиями, рассказала Дюсенова. Посредством цифровой карты выявлена высоковероятность столкновения многодетных семей с различными социальными рисками, поэтому предусмотрены дополнительные адресные меры защиты детей с сохранением действующей системы социальной поддержки семей с детьми. Еще одно важное изменение, теперь для представителей адресной социальной помощи черта бедности будет определяться не через прожиточный минимум, а через уровень медианного дохода. Таким образом, помощь станет ощутимее, так как сможет реально прокрывать расходы семьи. Казахстанцы часто жаловались, что размер АСП мал. И кроме того, если доход семьи превышает установленный порог, на господдержку можно не рассчитывать. С 2025 года АСП начнут предоставлять гражданам, имеющие доходы ниже среднего медианного или общенационального дохода. Конечно, его сумма станет значительно выше и будет представлена вместе с адресными мерами, что обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации, считает Тамара Дюсенова. Социальный кодекс предусматривает еще множество изменений. Назначение индивидуальными помощниками членов семей с обеспечением их зарплаты, внедрение подушевого норматива для повышения доступности спецуслуг для лиц с инвалидностью и т.д.